Более 450 детей отдохнули в первую смену в лагерях Волжский Артек и Волжанка, которые находятся в ведомстве Департамента опеки и попечительства. Еще столько же отдыхают во вторую смену. Об этом говорили на совещании в городской администрации под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Смены проходят в разных тематиках. Чтобы раскрыть потенциал каждого ребенка, для них подготовлены спортивные соревнования, творческие кружки, мастерские и дискуссионные клубы. Разнообразить досуг помогает новый кинозал в Волжском Артеке. В Волжском Артеке, помимо кружков и спортивных секций, в этом году оборудован замечательный кинозал, в котором ежедневно организуется коллективный посмотр фильмов. Кинозал оснащен с современным оборудованием для комфортного времяпровождения и пользуется особой популярностью у детей. Закончили свою работу лагеря с дневным пребыванием, организованный в учебных учреждениях. В этом году были открыты 186 школ, в которых отдохнули более 15 тысяч детей, что выше показателей предыдущих лет. Кроме того, ребята могут участвовать в 27 правильных сменах в шести оздоровительных лагерях, а также присоединиться к онлайн-сервису «Самарское детство», где проходят конкурсы, интерактивы, виртуальные экскурсии по городу и разные мастер-классы. Цель проекта – организовать эмоционально привлекательный досуг детей и подростков, наполнить отдых интересными, познавательными, развлекательными мероприятиями и правильно организовать режим дня. И уникальность проекта в том, что живой проект на самом деле совершенствуется и корректируется он в зависимости от пожеланий участников. Профессиональные спортсмены лето проводят на учебно-тренировочных сборах. На базах в пяти разных регионах России подготовку проводят более двух тысяч юных самарских атлетов. Кроме того, для учащихся спортшколы секции организованы 12-дневные смены в лагере «Олимп». Школьники в середине июля будут играть на городском этапе турнира «Лето с футбольным мячом». Любители могут участвовать в массовых спортивных праздниках, сдаче норм ГТО в парке Гагарина, бесплатных занятиях на Первомайском спуске Набережной, а также записаться к тренерам-общественникам, которые работают в каждом районе. Их деятельность глава Самары поручила активнее освещать в социальных сетях. В каждом районе надо побывать, посмотреть, как у нас тренеры-общественники работают. Ну и не забывайте о размещении этой информации тоже в соцсетях, занятиях. Главы районов тоже к вам обращаются. Разнообразную летнюю программу подготовили для детей специалисты Департамента культуры. Библиотеки, музеи, дома культуры организуют мастер-классы, встречи и занятия на любой вкус. Участниками программ в июне стали почти 30 тысяч детей. Самыми яркими стали массовые фестивали. Например, горожанам понравился праздник «Пусть всегда будет детство», который прошел 1 июня в Струковском саду в честь Дня защиты детей. Обсудили и летнее трудоустройство подростков. 134 предприятия предоставили несколько тысяч предложений для несовершеннолетних, которые хотят не только отдохнуть, но и заработать денег. Среди доступных вакансий – разнорабочие и помощники специалистов. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.